Детские травмы, полученные на дороге, стоят на первом месте среди причин детской смертности в Амурской области. 63% всех детских смертей. Травмы, полученные дома, в том числе ожоги, куда менее распространены. Всего 20% от общего числа смертей. Сотрудники Амурской госавтоинспекции уже не первый месяц заявляют, чем дальше, тем меньше взрослые заботятся о безопасности своих детей. Экономят даже на детском автокресле. Рубрика «По пути» продолжит выпуск. Что я думаю? Ничего конкретного и аргументированного не могу сказать, ибо не изучала этот вопрос глубоко, не смотрела краш-тестов. Нет, простым ремнем ребенка можно начинать пристегивать попозже, никак не с трех лет. Мы ярко стали пристегивать простым где-то с четырех с половиной, когда дорос, насколько я помню. Дебаты «Какое выбрать автокресло?» разворачиваются на форумах мамочек регулярно. Но какую ветку не читай, по сути, все пытаются решить два вопроса. Первый – так ли автокресло необходимо? Второй – если нужно, то какое выбрать? Ответом на первый вопрос могут стать эти кадры до статистика. Благовещенское количество аварий с участием детей за этот год выросло на 7%. Только за этот год 80 дорожных происшествий. За октябрь из 13 ДТП в 9 участвовали несовершеннолетние. О том, что травмы, в том числе дорожные, стоят на втором месте среди причин детской смертности, рассказали специалисты отдела опеки на круглом столе. Ситуация настолько серьезная, что администрации города совместно с ГИБДД уже не в первый раз проводят целые родительские собрания в детских садах. По статистике 2012-2014 года на территории города Благовещенска детский травматизм ежегодно увеличивается на 10-18%. Рассказывать о преимуществах автокресла можно долго. Одна из присутствующих на собрании мам рассказала свою историю. Удобство автокресла проверили на своих детях. Теперь знают, что дарить знакомым. Игрушек всегда в доме предостаточно. Во многих семьях дарят на любой повод. А автокресло – это самый лучший подарок. И вы, идя на какое-то событие с молодым родителем, не забудьте поинтересоваться у них, есть ли у них автолюлька, автокресло. По словам специалистов опеки, затраты на восстановление здоровья ребенка после ДТП зачастую перекрывают расходы по покупке детского автокресла. Сотрудники ГИБДД им вторят. Штраф за отсутствие его составляет 3000 рублей. Сумма немаленькая. Потратить ее советуют на детские радости, чем отдать просто так из-за собственной обеспечности. В нашем городе стало привычным, что сами дети обращаются к родителям с просьбой относиться внимательнее к их жизням. Видимо, дети чаще бывают умнее некоторых взрослых. Водители, помните, что нет на свете ничего важнее, чем детям. Пусть услышит целый мир ребенок главный пассажир. Наталья Лунчикова, Виктор Швецов, Амурская служба новостей.